SCP-1401. Потерянное шоссе. Объект номер SCP-1401. Класс объекта Евклид. Особые условия содержания. SCP-1401 был окончательно закрыт для гражданских транспортных средств в 1908. Обсуждается прокладка альтернативной дороги между затронутыми населенными пунктами. Для предотвращения въезда автомобиля на территорию сооружены постоянные дорожные барьеры. Сотрудники службы безопасности в штатском патрулируют концы SCP-1401, предотвращая проникновение на территорию пешеходов, велосипедистов и мотоциклистов. Все движение транспорта фонда внутри SCP-1401, предпринимаемое с целью установки оборудования, слежения, ремонта дороги и т.д., должно осуществляться только в светлое время суток. В случае, если пребывание на территории SCP-1401 затянется до темноты, персонал должен остановить свое транспортное средство и оставаться на месте до рассвета. Никто из сотрудников не должен двигаться по SCP-1401 в ночное время, кроме подопытного персонала класса D. В регионах, для которых характерно появление SCP-1401-1, фонд осуществляет мониторинг полицейских коммуникаций на предмет таковых проявлений. Группы быстрого реагирования фонда отслеживают известные экземпляры SCP-1401-1, документируют их перемещение и проводят идентификацию до окончания появлений SCP-1401-1, или до прибытия на место происшествия мобильной опергруппы КАПА-101 «Конвой» и особого медицинского подразделения 738. Не следует предпринимать никаких попыток перехвата или повреждений SCP-1401-1 без поддержки МОК, КАПА-101 и ОМП-738. В случае, связанной с SCP-1401-1 аварии или неконтролируемого перехвата, полиции всех пострадавших и спасателей следует обработать амнезиаком класса А. Информацию об особенностях пассажиров SCP-1401-1 смотрите в приложениях. Описание. SCP-1401 представляет собой бывший участок шоссе Тур, изначально проложенного во время первой волны строительства трансконтинентального автомобильного шоссе в начале 20 века. SCP-1401 простирается примерно на 112 километров через сельские и нежилые регионы штата Удалено, соединяя города Удалено и Удалено, и не пересекает никаких других дорог или шоссе между этими двумя точками. В дневное время SCP-1401 не проявляет аномальных свойств, и проезд через него безопасен. Однако в ночное время примерно 10% моторных транспортных средств, движущихся по SCP-1401, независимо от того, направлялись ли они на восток или на запад, не прибывает в пункт назначения, и после этого их не удается обнаружить никаким способом. При сквозном обследовании SCP-1401 никаких следов ДТП не обнаруживается. В ходе опытов, при которых сотрудники класса Д были проинструктированы проехать из одного конца SCP-1401 в другой, бортовое следящее оборудование спонтанно отключалось во время исчезновения. А при наблюдении самолетов и вертолетов было отмечено лишь спонтанное отключение фар задействованного транспортного средства, одновременно с отказом оборудования и мгновенное исчезновение тепловой синегатуры автомобиля с мониторов техники и инфракрасного слежения. В опытах, при которых наблюдающий авиатранспорт шел достаточно близко, чтобы освещать испытательный автомобиль, исчезновения до сих пор не происходило. С тех пор, как SCP-1401 был закрыт для гражданских лиц, на его территории пропало 57 испытательных автомобилей фонда вместе с их персоналом, а также три неиспытательных автомобиля, оставшихся на территории SCP-1401 после наступления темноты из-за неполадки двигателя, и попытавшихся затем вернуться до наступления утра. SCP-1401 не затрагивает воздушный транспорт пешеходов и лиц на немоторизированных транспортных средствах. Судя по особенностям нескольких экземпляров SCP-1401-1, можно сделать вывод, что SCP-1401 приобрел свои аномальные свойства вскоре после ввода в эксплуатацию. Фонду стало известно об SCP-1401 в 1964 году, когда объем движения по территории объекта значительно снизился в связи с открытием, пролегавшего в стороне от него между штатного шоссе, и была отмечена разница между общим количеством исчезновений автомобилистов в регионе и на SCP-1401. SCP-1401-1 – общее обозначение нескольких сотен аномальных автомобилей, номерные знаки и физическое описание которых соответствуют таковым у транспортных средств, которые исчезли во время пути через SCP-1401. На сегодня идентифицировано 738 уникальных экземпляров SCP-1401-1, в том числе 31 бывшее испытательное транспортное средство фонда. Наиболее старый идентифицированный экземпляр, обозначенный как SCP-1401-1-3, Ford T, 1916 года. Наиболее новый SCP-1401-1-732, Toyota Camry 2006 года, использованное фондом в качестве испытательного транспортного средства. Общее количество SCP-1401-1 неизвестно. На основании скорости появления и истории объема движения SCP-1401, общее количество пострадавших транспортных средств может составлять около 10 тысяч. 87% SCP-1401-1 были замечены в радиусе тысяч километров от любого из концов SCP-1401. Однако, только в регионах, которые имеют асфальтовые дороги с правосторонним движением, где является законом уличное вождение автомобилей, произведенных для американского рынка. Все появления SCP-1401-1 наблюдались только в ночные часы. Появившись вскоре после заката, экземпляр SCP-1401-1 продолжает ездить, не придерживаясь какого-то конкретного маршрута. По всем шоссе, магистралям, улицам, аллеям и проселочным дорогам, открытым для гражданского транспорта. Не паркуясь и останавливаясь только в случаях запрещающего сигнала светофора, знаков стоп и при необходимости уступить дорогу или пропустить пешеходов. Если ему не препятствовать, SCP-1401-1 соблюдает все правила дорожного движения, принятые в локации, в которой он находится. Не задокументировано случаев, когда экземпляр SCP-1401-1 заправлялся или останавливался по какой-либо причине. Близкое наблюдение за более старым SCP-1401-1 обнаружило признаки крайнего износа машины, в том числе ржавение, повреждение шин и прочие технические неполадки, при которых транспортное средство вообще не должно было быть на ходу. В случаях, когда удавалось приблизиться к старым экземплярам SCP-1401-1 на достаточно близкое расстояние, чтобы заглянуть в салон, было отмечено, что водитель и пассажиры имеют на вид возраст, соответствующий ожидаемому возрасту лиц, находившихся в автомобиле на момент его первоначального исчезновения. SCP-1401-1 исчезает незадолго до рассвета. Исчезновение никогда не удавалось наблюдать непосредственно. Во всех случаях, когда полиция или сотрудники фонда отслеживали SCP-1401-1, он либо ускользал от преследования незадолго до исчезновения, либо спонтанно отключал фары и исчезал из поля зрения приборов инфракрасного наблюдения, подобно исчезновению автомобиля в SCP-1401. После исчезновения экземпляр SCP-1401-1 может появиться снова в темное время суток в любом регионе, соответствующим вышеперечисленным требованиям. Интервалы между известными появлениями одного и того же SCP-1401-1 варьировались от 3 дней до 17 лет. Экземпляры SCP-1401-1 сопротивляются любым попыткам преследовать их, перехватить или вынудить остановиться, и способны развивать скорость выше 300 км в час, независимо от максимальной скорости первоначального транспортного средства, пока не разобьются или пока преследователи не откажутся от погони. Попытки полностью остановить SCP-1401-1 при помощи ежей, кальтропов и прочих противоавтомобильных представителей, способлений не увенчались успехом, приведя только к кратковременной потере скорости. Пока транспортное средство остается целым и контактирует с дорогой, оно продолжает на высокой скорости уходить от погони. Ни один экземпляр SCP-1401-1 не терял контроль над управлением и не является виновником аварии. Во всех известных на сегодня случаях, когда экземпляр SCP-1401-1 автомобиль был остановлен, причина замедления была связана с другими транспортными средствами, намеренно или случайно врезавшимся в него или оказавшимся у него на пути. Во всех случаях, когда удавалось захватить экземпляр SCP-1401-1, топливный бак оказывался пустым. Старые автомобили имели ряд значительных неполадок двигателя, которые при нормальных обстоятельствах делают автомобиль непригодным к использованию. Попытки завести данные транспортные средства после захвата оказались безуспешными. Приложение. Медицинский анализ пассажиров SCP-1401-1. На сегодняшний день 37 экземпляров SCP-1401-1 были успешно остановлены в результате действий фонда или гражданских служб. В 23 случаях остановка была достигнута посредством прямого столкновения, и выживших на борту SCP-1401-1 не оставалось. После разработки и осуществления процедуры SCP-1401-1 Delta, которая предполагает сокращение скорости SCP-1401-1 с помощью гижей, и оттеснение последующим транспортным средством на обочину при помощи модифицированного ПИТ-манёвра. 14 экземпляров удалось остановить с нанесением минимальных травм пассажирам на борту. Во всех случаях, когда идентификация была невозможна, личности пассажиров соответствовали личностям тех субъектов, которые исчезали вместе с данным транспортным средством на SCP-1401-1. Пассажиры получают числовые обозначения, состоящие из числового обозначения автомобиля, из которого они были извлечены, и номеры сиденья, считая по часовой стрелке от сиденья водителя. Почти во всех случаях захваченные живыми SCP-1401-1 умирали в течение 60 минут или менее с момента остановки. Полный биологический возраст пассажиров соответствовал возрасту, которого они достигли бы с даты рождения. Пассажиры страдают от острых симптомов обезвоживания, голода, пролежней тромбоза глубоких вен и других признаков, совместимых с преклонным возрастом и нахождением в одном положении в течение длительных периодов времени, без осуществления элементарных функций организма. Смерть наступает как осложнение от этих обстоятельств. В ряде случаев пассажиры страдали от поздних стадий инфекционных заболеваний, которые приводили к смерти. Два субъекта SCP-1401-1-237-3 и SCP-1401-1-654-1 были беременны на момент захвата. Медицинские записи показывают, что оба субъекта были беременны на момент их исчезновения, в 1973 и в 1922 году соответственно. Плоды имели признаки пожилого возраста и болезни аналогичных, таковым у взрослых пассажиров и не выжили. В 2000 году было создано особое медицинское подразделение 738 с целью реагирования на проявление SCP-1401-1 и оказания экстренной медицинской помощи на месте пассажирам SCP-1401-1 в надежде захватить их живыми. На сегодняшний день 12 пассажиров смогли пережить 60-минутную отметку. Двое из них SCP-1401-1-332-1 и SCP-1401-1-702-3 находятся в сознании и способны говорить. Тем не менее, на сегодня они прикованы к постели ввиду тяжелой мышечной атрофии и нуждаются в круглосуточном уходе. Интервью SCP-1401-1-332-1 Опрашивающий доктор С. Самиш Опрашиваемый SCP-1401-1-332-1 далее Адам Предисловие SCP-1401-1-332-1 Адам Исчез вместе с женой и двумя детьми в июне 1932 года во время поездки по SCP-1401-1 в западном направлении на автомашине Ford A 1928 года. Его автомобиль был впервые обнаружен фондом в 1929 году и обозначен как SCP-1401-1-332. SCP-1401-1-332 был захвачен неповрежденным. У МП-738 удалось сохранить жизнь только водителю. Биологический возраст на основании медицинских осмотров и документов в настоящее время составляет 100 лет. Из-за травм, отмеченных во время захвата, С. не в состоянии ходить и самостоятельно стоять, а для дыхания ему часто требуется кислородная подушка. Начало протокола. 2015-12. Доктор Самиш. Как вы себя чувствуете сегодня, Адам? Адам, бывало и лучше, но, конечно, приятно, что вы имеете возможность вытянуть ноги. Доктор Самиш. Можете сказать мне, как долго вы были за рулем, прежде чем вас остановила полиция? Адам. Ну, Ис. Удалено. Мы выехали в Калифорнию в полдевятого. Ехали мы ночью, чтобы, знаете, поменьше жары и пыли. Солнце взойти не успело, так что, думаю, прошло 6 или 7 часов. У меня там часов нет, а радио сломалось, хотя по ощущениям, будто годы прошли. Доктор Самиш. И сколько вы за это время проехали? Адам. Я сбился со счета. Адометр сделал 3 или 4 оборота. Доктор Самиш. И вы добрались до Калифорнии? Адам. Конечно. Продолжали ехать, потому как место на вид не понравилось. Доктор Самиш. Вам же, наверное, приходилось остановиться, чтобы заправиться. Адам. Не приходилось. Хороший бензин. Дома стоит по 10 центов за галлон, а то некоторые заправки здесь дерут втридорого. Доктор Самиш. Вы останавливались, чтобы поесть или воспользоваться какими-то услугами? Адам. Да есть-то особо и не хотелось. Во всяком случае, ни один из ресторанов, который я видел по пути, мне на вид не понравился. Доктор Самиш. Вы останавливались вообще по какой-либо причине? Адам. Зачем? Мы отлично проводили время. Так или иначе, никакой причины останавливаться не было. Доктор Самиш. А вы заметили, что вы и ваша семья постарели во время поездки? Адам. Да, я думаю, у меня немного больше морщин, чем обычно. И мальчики, ну, говорят же, что дети быстро растут. Ну, я, конечно, не ожидал, что настолько быстро. Доктор Самиш. Почему вы пытались скрыться от преследования, когда увидели полицейские маячки? Адам. Вы так говорите, как будто я жулик какой-то. Я не пытался скрыться от преследования или что-то подобное. Просто мне некомфортно было в этом районе. Доктор Самиш. Вы уходили от погони 238 миль через три штата, прежде чем вас вынудили остановиться. Неужто за всё это время вы не нашли места, где вам комфортно? Адам. Не нашёл. Я и насчёт этого места не уверен. Доктор Самиш. А какое же место, по-вашему, бы подошло для остановки? Адам. Если бы я такое увидел, я бы сразу понял. Конец протокола.